Часовый поверный у справок Израиля у Беларуси Цвей Миркин наведал Гродно. Визит дипломата у город над Неманом был промеркованный до Международного дня памяти о хверхе Холокосту, а это около 6 миллионов яуреев. Только на территории Беларуси их было знишено больше за 800 тысяч. Головным это визит у израильского дипломата у делу церемонии, присвященной Международному дню памяти и знакомства с областью. Так само Цвей Миркин плануя наведать место, связанное с яурейской трагедией и городскую яурейскую общину. Для Израиля это вельми важная тема. Захование памяти про Холокост является одним из основных складников израильской политики, подкреслил Цвей Миркин на встрече с керавництвом региону. На час оккупации на территории Гродзенской области исновало 58 ета. Это были одни из самых буйных лагеров смерти на территории Заходной Беларуси. Так, по меркованиям доследчиков, за час основания двух ета у Гродня прозыг прошло около 42 тысяч яуреев. Прикладно 20 тысяч 600 человек загинули. В Гродно в этом году проводятся мероприятия, посвященные Международному дню памяти Холокоста. Потому что год назад было совместное решение начать проводить их за пределами Минска. В прошлом году мы проводили в Витебске. Сегодня будет в Гродно. Ну и плюс, как официальные представители Израиля, я считаю, необходимым знакомиться не только с теми, кто в Минске, но и с представителями областей. И, в принципе, насколько мне позволяет график выезжать за пределы Минска почаще. Это еще одно мероприятие, подтверждающееся незыблемый принцип, который действует в нашей стране, это сохранение исторической памяти. Мы помним о страданиях всех наций и национальностей во время Второй мировой войны. Мы помним о геноциде белорусского народа. Мы помним о геноциде еврейского народа. Мы помним о всех страданиях нашей многонациональной страны и тех жителей, которые жили здесь. Поэтому мы создаем все условия для того, чтобы представители любой национальности могли почтить память своих погибших соплеменников и выразить славу благодарности тем, кто освободил нашу страну от ужаса фашизма. Это как данность. Мы каждый год вспоминаем жертв каждого из народов. Мы здесь больше обсуждали перспективы, как сохранить эту память для будущих поколений. Мы обсудили о том, что на территории Белоруссии родилось больше президентов Израиля, чем в самом Израиле. И у нас действительно связывают не только культурно-экономические связи, но и очень хорошее межличностное общение. Очень многих представителей Гродненской области есть родственники, знакомые в Израиле. Очень многих граждан Израиля есть близкие друзья в Гродненской области и в Республике Беларусь. И мы подтвердили приверженность и посольства Израиля, и органов Госуправления Республики Беларусь создать все условия для сохранения этого межличностного человеческого общения. Культурное общение тоже было темой. Понятно, что критие культурных проектов, выставкой, обменной коллективами, когда есть и проблемы с логистикой, и проблемы с безопасностью, я согласен с уважаемым дипломатом, наверное, преждевременно. Но работа на уровне вот такого общения между творческими людьми, она не останавливается на минуту. Мы просто, скажем так, продолжаем общение и готовим новые проекты. Обсудили вопросы, скажем так, даже экономического сотрудничества. То, что касается, да, у нас цифры ниже, чем, например, в 2023 году, ниже, чем в 2022. И здесь тоже обсуждали, что здесь есть объективные причины. Здесь есть нарушения логистики, здесь, естественно, вопросы, связанные с боевыми действиями. Но было подтверждено приверженность о том, что государство Израиль не будет чинить препятствия частному бизнесу для развития отношения с частным бизнесом и с предприятиями Республики Беларусь. И вот эта позиция нас абсолютно устраивает. Мы понимаем, что в ряде случаев государство даже требуется не помощь государству, а главное, чтобы оно не мешало. И позиция такая, что если наши представители бизнес-кругов хотят между собой сотрудничество взаимодействовать, это сотрудничество взаимовыгодное, мы мешать не будем. Мы оказываем содействие. Правительство Израиль не ставит препонов. И, надеюсь, в этом плане это позволит в ближайшее время, когда действительно ситуация с логистикой, с безопасностью улучшится, не только восстановить наш товарооборот, но и нарастить его до значительных цифр. Субтитры создавал DimaTorzok